Во имя Отца и Сына и Святого Духа, кем был этот святой, равноапостольный, великий князь Владимир, которого церкви называют вторым папой, кем он был? А он же был не язычником, он же думал только про себя, не думал про свое княжество, про свой народ, имел много жоп, жил распутно, обидался, напивался, пиры устраивал своим дружинам и занимался только лично своим самоудовольствием. И он фактически большую часть своей жизни так и провел. Как так получилось, что вера в Иисус Христа измерилась не только такой, чуть не можно сказать, извертый человек, а вообще целый народ, целая страна? Что и произошло. Потому что уже, будучи немолодым, больше Владимир начал задумываться под влиянием, которой бабушки уже приняло христианство. И он являлась первым из меня из порода христианкой, которые решили ехать в нее вовольную. И под его влиянием он послушал монахов, который приехал из Греции, из Антии, и начал разговаривать о разных вопросах глубокого характера. И Владимир узнал что-то про себя. Потому что будучи язычником, он не имел никакого направления, и это присутствует язычникам. У них нет Божьей истины, Божьего направления, нет у них страха Божьего, то значит нет никакой ответственности ни перед чем, ни перед тем. И вот почему всякие империи, страны, грустные, как они падали, потому что не было этого духовного направления. И Владимир сам начал это почувствовать. Потому что дух человеческий, опять-таки богоподобие человеческое, ищет Бога, ищет истину, ищет этого направления. Потому что и звери не спокоятся о своем благополучии, о том, что они будут кушать, как они будут жить, как они себя жизнь сохранять. Человек больше звери, конечно. Больше живут. И Владимир этого почувствовал. И когда он послушал этого монаха, и начал задавать ему всякие вопросы, монах, он задал один вопрос, что будет после гроба? И когда он показал ему картину страшного суда, и когда Владимир увидал эту картину, увидал, как с правой стороны Спасителя люди лиховали, праздновали, а с другой стороны, с ужасом в глазах, проходили в ад пламени огненные вечные. Так Владимир сказал, что же мне делать, чтобы быть вместе с теми, кто лихует и празднует? И тот ему сказал, веруешь в Иисуса Христа, всем сердцем, все и душею своею, и изменишь свой образ жизни, и последующему, и ты будешь среди них. И Владимир не только сам последовал за крестом, в твоей ногатике, тот же Владимир ослеп, перед тем, как он принес в его крещение. И в крещении он опять и прозрел, и физически, и духовно. И с этого момента он решил, что вот, вот ответы на все мои вопросы, вот чего я искал, вот чего не хватало у меня в жизни. И он решил не только ранить себя, он это перемешно сделает в своей жизни, а ранить всего народа. Чтобы народ тоже познал эту истину, народ тоже не блуждался в безречестве. Чтобы народ тоже нашел бы этот спасительный путь Христовый. И опять-таки пришли бы в разум истины, как сказано всех наших людей. Благодарение Бога за эту великую милость, за это великое чудо, взяв такого человека и сделав из него сосуды благодати Божией. Благодаря их, куда мы являемся русскими православными людьми. Мы имеем эту спасительную веру в Христову. Мы имеем сонно святых угодников Божиих, наших старших родных, братьев и сестер, которые показывают нам пример этого спасительного пути. Но, увы, и лукавые, сельские плевели посреди этой нивы, брожьих, которые Господь посеял на страницах российской. И под миродением народа российского эти плевели съедали и доброе семя. И падали опять в язычество и потеряли святую свою гусь. Но Господь, видя наше покаяние, вернул ее нам. И теперь мы, живя особенно здесь в Америке, должны остерегаться той же пропасти, той же ошибки, того же заблуждения, что происходит у нас в нашей стране. Потому что отводим и мы опять в язычество здесь в Америке, вообще на западе. Закон Божий забывается. Занимается только самоугождением, само благополучием. Забываем о том, чтобы уже служить Богами, Родине, друг другу, Церкви и Словой. А об этом мысли почти нет в нашей стране. И не дай Бог нам, будь унесенными этим же грешным течением. И опять-таки, чтобы пропало то, что было дано нам, нашими крепкими образами. Этим самым, дорогие братья и сестры, от благополучием Господи ли, Своей великой милости, Бог молится усердно сегодня, чтоб Господь бы облил бы нам этот путь и твердое намерение пойти из спасительных путев, ради Его спасения Господь дал свежий год. . . Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok